Две машины ехали на красный. Страшная авария. Двое погибли. Отец и дочь. В машине, которая двигалась по правилам. Но на скамье подсудимых только один человек. Адвокаты потерпевших не согласны с этим и с результатами экспертизы. Это старшая дочь Наташа. Это Юля. В 31 год ее сбила машина. Это Света умерла. А это Женя, которая сейчас в результате погибла. Третью дочь Татьяна похоронила прошлой весной. Она уверена, причина смерти – страшная авария. 3 ноября 2018. Угол шпалерный и литейного. Машину, которая ездит на зеленой, таранит по очереди два автомобиля. Камера на соседнем доме зафиксировала. Красный для них горел уже 7 секунд. За рулем первой машины был Дмитрий Монастырский. Там обзоры закрывала маршрутка, а там еще такой перекресток. Там сразу два светофора стоят. То есть не сориентировался? Не сориентировался. Один был зеленый, другой красный. И буквально там здание одно разделяет небольшое. Вот это как раз таки ФСБ. Водитель, муж Татьяны погиб сразу. Дочь умерла через полгода. Евгения Ананьева получила тяжелейшие травмы. Перелом таза и ребер. Кости не срастались. Но в заключении о причине смерти написали – цирроз печени с ДТП не связана. Я не понимаю, почему. У нее цирроза не было. Она сдавала каждую неделю анализы. Конечно, если бы не ДТП, она бы еще жила и жила. Документ о причине смерти выдали в бюро судебно-медицинской экспертизы. По словам адвокатов обеих сторон, именно здесь работал Александр Жуков, третий участник ДТП. Его машина врезалась в легковушку Ананьева после машины Монастырского. Жуков звонил по телефону. Это со слов подзащитного я знаю, что он начал звонить по телефону, решать какие-то вопросы. Сказал, что я работаю как раз на Екатериновском. Сейчас мы все решим. После чего в заключении эксперта было указано о том, что он абсолютно не виноват. Еще раз. Момент аварии. Оба автомобиля выезжают на красный. Оба врезаются по очереди в машину потерпевших. Еще на стадии следствия, потерпевшую следствие уговаривало дать соответствующие показания, направлено на то, чтобы освободить данное лицо от уголовной ответственности. И адвокаты обеих сторон настаивают. Дело нужно отправить на доследование и провести новые экспертизы. Но не в Санкт-Петербурге. В том числе и экспертизу о причине смерти Евгении Ананьевой. Если есть дружеские отношения, финансовое соподчинение по службе, эксперт подлежал отводу. Почему назначили именно там, где человек работает? Мы ставим вопрос о том, что необходимо проводить дополнительные экспертизы. И экспертиза, соответственно, должна проводиться не на Екатеринском проспекте. Мы отправили запрос в бюро судмедэкспертизы. Работает ли Жуков в ведомстве или нет? Ответ, согласно федеральному закону о СМИ, должны были дать в течение 7 дней. Но и через 2 недели мы комментарии не получили. Ответ находится в работе. В смысле в работе? Работаем по своим, как говорится, приказам, на основании которых мы опираемся. Вам закон о СМИ, статья 40, вам не указ. Которая говорит, что 7 дней дается на рассмотрение подобных запросов. Я работаю по тем приказам, которые у нас идет по комитету здравоохранения и по министерству здравоохранения. Дмитрию Монастырскому грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме этого, адвокаты требуют привлечь к ответственности и Александра Жукова. Антон Никитин, Игорь Иванов. Степень защиты.